Всем привет, дорогие друзья! И в прошлом видео я сказала, что если вы наберёте 4 лайка, я выпущу видео, в котором я расскажу, как сделать штатив. Собственно, на него я и снимаю, ребята, все видео, которые выходят на моём канале. Давайте сразу же начну сборку. Никаких лишних слов. Начинаем. Сперва соберём держатель для телефона. Вот такие детали нам сегодня пригодятся с вами. Давайте начинать. Вставляем вот эти оси сюда. Таким образом. Вот у нас должна получиться вот такая деталь. Дальше собираем из вот этих четырёх деталей вот такую конструкцию. И дальше из вот этих тоже четырёх деталей мы должны собрать ещё одну конструкцию. И таких нам понадобится две. Когда вы это всё собрали, смотрите внимательно, как всё нужно соединить. Вставляем сюда ту деталь и накрываем такой же второй. Вот. Вот, собственно, держатель для телефона. Теперь самая сложная часть – это то, на чём наш статив будет стоять. Давайте соберём его первую часть. Для этого нам понадобятся вот такие редкие детали. Надеваем вот эти детали и в них вставляем вот эти оси длиной 10. Ну, можете взять любую другую длину. В принципе, от этого ничего не поменяется. И накрываем абсолютно такой же деталью. Вот так. Но пока нам это делать не нужно. Теперь скажу, как собрать одну ножку. Вот. Понадобятся нам вот такие детали. Вот такой бим пятистудовый. И давайте начинать. Так. Теперь соберём часть ножки, на которую будет она опираться. Она будет состоять из вот таких резиновых деталек. Так. Вот. Теперь вставляем синюю оси. И эту деталь мы сюда присоединяем вот таким образом. Теперь отступаем от неё два отверстия. И на третье вставляем вот эту ось. И теперь ещё одно крепление ножки собираем. Вот нам понадобится вот эта деталь. И фиксируем эту деталь на биме пятистудовым вот этой осью красной. И теперь вставляем три. Точнее две. Вот такие вот оськи. Синенькие. Теперь вставляем всю эту конструкцию вот сюда. И накрываем таким же пятистудовым бимом. Получается у вас вот такая ножка. И также абсолютно по такой же конструкции вы должны собрать ещё две такие ножки. Их в общей сложности должно получиться три. Дальше. Берём вот такую деталь. И теперь вставляем вот эти детали именно вот под таким углом. Вот именно под таким кривым углом. Вот так. Таких тоже нам понадобится три. Теперь у нас есть все детали. Самое главное приступим. Берём вот эту деталь. Теперь берём три ножки. Одеваем каждую ножку вот через это отверстие. Каждую ножку на одну ось. Когда мы с этим закончили, теперь берём ножик вот эти части, которые вот так болтаются, и их одеваем вот таким образом, чтобы осталось потом ещё крепление на одну деталь. Так, вот такой процесс мы проделываем с каждой ножкой. Когда мы закончили, теперь осталось совсем чуть-чуть. Уберём вот эти детали и соединяем. Присоединить нужно вот так. И все остальные такие же детали мы присоединяем таким же способом. Вот, когда с этим закончили, берём такую же деталь, которая у нас стоит здесь, и накрываем этой деталью. Вот эти оськи. Важно найти правильный угол. Вот. И у нас есть такая конструкция, которая теперь может складываться и раскладываться при движении вот этой вот огромной конструкции. Вот. Видите, если мы её подвинем вниз, у нас раздвинется штатив. И при этом, какое усилие мы бы не прикладывали, он у нас не сложится сам. Только если подвинуть пальцем вот эту деталь. Причём складывается и раскладывается он легко. Держится просто отлично. И самая финальная часть. Ставим эту часть для телефона. И вот, ребята, наш штатив. Работает он абсолютно отлично. Никуда не валится, не падает. И держится всё очень тоже хорошо. И телефон тоже вообще очень отлично держится. Если есть детали, вообще всем советую собрать. Обязательно поможет, если будете снимать видео. Можете взять там куда-нибудь в поход, сложить вот так вот. Разъединить на две части. Вот так сложить. И с собой куда-нибудь взять. Вообще очень компактная вещь. Всем советую собрать тоже по моей инструкции. И кто хочет, вот собирайте. Ну что ж, ставьте лайки, ребята. Подписывайтесь на канал. Скоро, кстати, выйдет очень крутое видео про электрику, лего техник. Какую стоит покупать и какую не стоит. И ещё поговорим в этом видео о той электрике, которую лучше всего использовать. И о той, которая лучше всего не использовать. Логично. Ну, короче, всем пока. С вами снова был я. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кому понравилось видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok